А теперь делай колбасу. Уже несколько раз сделал колбасу, разрушил колбасу и снова создал колбасу. Вот, волтая колбаса. Да, теперь необычная, больше на сосиску напоминает колбасу. Привет! Привет! Привет, детки! Как думаете, что сегодня будем делать? Лепить! А, вам нравится? Да! Ну, смотрите, что есть у меня. Баночка! Это не просто баночка, здесь что-то красненькое желтеется и даже немножко зеленеется. А будет какое-то... А что надо будет делать? А мы сегодня будем лепить. А будет приз? Ну, мороженое, например, как пойдет? Да! А можно мне открыть? Да, можно. Лиза! Ну, это не остается. Вот. Дальше красиво. Давай, Миха, я вытягиваю, он самый маленький. Да. Закрывай назад. И потом мы будем распаковывать, и там будет... Кому какой цвет нам интересно достанется? Миша одну достает по очереди. Лиза? Да. Мы сразу достанем по две, а потом будем распаковывать. Или же сначала распакуем первые? Нет, сначала. Может кто-то как хочет. Все как хотят. Открывай, Миша. Миша первый? Открывай. Там отрезать крыжакой. Хорошо. Ну, открываем. Да. Ну, и какой же там цвет будет, Миша? Попробуй угадай. Мне так интересно. Миша, какой цвет? Миша, какой цвет? Оранжевый. Как ватрус. Ну, будем считать, что Миша угадал. Даша, а у тебя какой цвет попадется? Я хочу открыть все два и попробовать. Можно так? Можно. Я тоже. Тоже? Давайте, да, Миша. Ну, хорошо. Тогда, Миша, тяни еще. Мишенька, тяни еще один. Потом тебе поможем раскрыть. Особенность этого пластилина в том, что когда его склеишь, он в течение часа становится твердым, и в течение нескольких дней он каменеет. О, у меня такое иное вкусное. Смотри, какая лиза. Ну, все, наша баночка роль выполнила. Убираем ее. Смотри, какая-то у меня красивая колечка. Что это? Сердце? Сердечка из кристалла. Рубин? Рубин. Или это красный алмаз? Рубин. А вот для примера, вот как работает этот пластилин, вот эта лизина была, экспонат. И Лиза может постучать по столу, чтобы все убедились, какой он стал твердым. Вот, и с ним ничего не происходит, он как камень, да? А я беру ажунку. Вот такой вот, Лиза слепила пальму в прошлый раз. Такую оригинальную, голубую пальму, синюю. И вот эта пальма теперь вот можно стучать по столу, и она очень твердая. И вот этот экспонат, если сделать красиво, может сохраняться надолго. Папа, видосис. Да, сейчас поможем, тебе дальше поможем. Он находится в специальных, этот клей-упаковках, который позволяет сохраняться... Ой, клей, извиняюсь, пластилин. Пластилин, либо его немцы называют knete. 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 Первый, вот этот, он менее маленький. Кожа-кваш. Ой, манта. Белый снова. У меня это уже последний раз было. Лиза, ты какой? Я видела, там был красный. Ну, Лиза уже увидела. Давайте мы в следующий раз, когда будем распаковывать, сыграем игру, попытаемся... О, да это не красный, розовый, еще лучше. Я хочу, я думаю, здесь будет красный. Красный? Ну, распаковывай, сейчас увидим. Будет синий. И? Какой-то такой? А гадай, какой? Я думаю, синий. Зеленый. О, никто не... О, так это же не зеленый, это гораздо лучше, это салатовый такой, светло-зеленый. У меня такой был последний раз. И голубой. У меня у мальчишки цвета какие-то для мальчика, только белый. Ну, они все нежные такие цвета. А у Лизы яркие. Это даже такой, у Лизы больше тюрки с такой голубой, немножко с оттенком зеленого. У меня такой был последний раз. А, Мишенька, тебе какой попадется следующий цвет? Он черный. Черный. Миша, думаешь, что черный. Распакуешь? Миша очень нравится тянуть этот том, с ним можно играться. В какое-то время. А если его в какую-то упаковку положить, которая герметичная, то он может сохраняться. А ты мне уже дарила, но я сохранила его все еще в упаковке. Лежит, и он еще не застыл. Но упаковка должна быть плотно закрыта. Если будет хоть малейшее испарение, то он бы высок. Я сделала в капсуле от лол. Хорошо. А Миша на облачко похожа. У нас уже начала конкурс. У нас будет конкурс опять какой? Мы постараемся сегодня довольно динамично и быстро что-то излепить. Миша очень аккуратно распаковал, но прямо улетела как куля. Папа, будет на время. Красный. Красный? На время. Ну, почти что черный, но только красный. Папа, на время или на красоту? Ну, кто как хочет. Ну, давайте мы постараемся все довольно быстро, чтобы другие не ждали. На время и на красоту. Давайте на время и красоту. На красивое время давайте, чтобы в красивое время красивые вещи получились. Ман, я даже не знаю, что мне слепить. Что можно сделать с ребенком или с ребенком. А первое, что в голову придет. Мне уже пришло что-то, пришло сказать или что-то угадайте. Мне не хочется какую-то тему специальную. Хочется, чтобы дети могли раскрыть свою фантазию и слепить то, что им больше всего хочется слепить. Это может быть все в ходу. Можно уже начинать? Обожди, сейчас я раскрою Миши. Я уже начинаю. Заодно покажем цвет Миши. Вот это. Вот такая вот она, эта упаковка. Опа. Скажем, что я делаю пока с этой кусочек. И распаковываем Мишу. Даша уже начала, и Лиза уже приступили. У нас все демократично, у нас нет каких-то строгих. Но нам интересен результат. Интересно, кто в какой номинации победит. Победители у нас все, но кто же в какой победит. Вопрос. Оригинальность, красота. Я не знаю, что даже никакой нету от лепушки. Я просто не хочу в ухо. Оригинальность, красота, необычность идей, все учитывается. Поэтому... Миша, я уже леплю вовсю. Даша уже вовсю лепит. Лиза, думаю, у нас времени есть, и мне слишком много. И на что? Лиза очень быстро сообразила. У нее была короткая пауза раздумья. Мишенька знает, что слепит? Да. Миша, что больше всего любит Миша? Вот то можно и слепить. В последний раз я столько много вещей слеплю. Сейчас я попробую поменьше. Ну, например, если кто-то любит гамбургер, можно слепить гамбургер. Если кто-то любит... Что я слеплю из этого квадратика? Не знаю. Не знаю, что. Я не ясновидящий, поэтому не знаю. Я побольше слеплю, но очень быстро. Я уже почти долепила первую вещь. Хотя прошло столько малое времени. Я очень быстро пытаюсь лепить. Хорошо, хорошо. Вы можете брать вспомогательные вещи, если вам какие-то нужны. Да, конечно. Ага. Почему я слеплю? Что? Я слеплю. Я слеплю колбасу. Миша колбасу слепит? О, это очень необычно. Я еще не видел, чтобы кто-то лепил колбасу из пластилина. Я не пила змею, но не колбасу. Но у Миши к тому же будет очень интересная колбаса, потому что у него цвета очень прикольные для колбасы. Это будет красная колбаса. Это даже такой цвет красно-оранжевый, я бы сказал. И желто-оранжевая. Вот такая вот необычная будет колбаса у Миши. Да, можно такую, как из нескольких частей состоит, которая колбаса. И можно колбасе еще что-нибудь, да, Миша? Тарелочку, в которую положишь колбасу, например. Я даю подсказки, это можно, у нас все разрешается. Можно взять воду из этого? У нас самый демократичный конкурс во всем городе. Ой, колбаса у Миши. А то упала бы, и кот бы ее съел уже, и все, и остался бы ты без колбасы. У нас нету кота. Ну ничего, слепим. Я буду коту. Саша, вот Миша слепит колбасу, а Лиза, например, кота. Я кот, смотри, у меня ушки. Ну вот. Я думаю, Даша уже усиками зашевелила, уже решила за колбасой бежать. Я уже новую колбасу делаю. Надо все за раз делать. Там уже просто стол ходит ходуном, потому что у нас очень все активно принялись за дело, и мне уже любопытно, что же у нас в конце получится. Миша защищает свою колбасу. Там колбаса! Вот, Миша, твоя колбаса. Миша очень расстроился, что колбаса укатилась. Миша, следи своей колбасой. Вот Даша не дремлет. И она очень голодна. Ты, Даша, голодна? Да. Даша уже первую деталь слепила. Сейчас буду маленькие детальки делать. Что это? Лиза уже что-то там сделала. У нее первое что-то красивое. Миша, можно я поближе возьму, просмотрю? Это рисуношко, так сверху. Вот такое вот красивое сделала Лиза. Она использовала вспомогательные инструменты, и вот она сделала вот такой рисунок. Это не для этого, а есть что-то другое. Это именно для этого. Ага, не видно, что-то вошло. Это на что похоже? Ну, это похоже на плоскую колбасу. Если это колбаса должна была быть. Но ты, Миша, можешь по ходу конкурса менять свои идеи. У нас еще есть время. Вот Лиза с Дашей лепят что-то там, и ты можешь не ограничиваться колбасой. Можешь что-то их до колбасы еще хлеба сделать, краюшку. Или морковку, например. Или огурец. Колбаса с огурцом полезнее. Они все-таки толстые. Не получилось. Ничего, Лиза, не расстраивайся у тебя. Все получится. Ты можешь взять что-то другое. Миша, вот это уже прямо... Это похоже на искусство. Вот такой колбасы я еще не видел. Я видел разную колбасу, но это... Я бы обязательно купил. Вот зайди в Макдональдс и увидите такую колбасу. Это было бы моим фаворитом. Особенно в таком вот цвете. Очень аппетитно выглядит. Я бы взял бы, наверное, три порции сразу. Молодец, Миша, очень хорошо. Я уже думаю, за оригинальность тебе уже... Я красный. Что? Я красный. Ничего страшного, Мишенька. У меня есть цветы. Ты можешь, Миша, смешанные цветы, смешанные цветов тоже можно. У нас по конкурсу разрешается. Так даже красивее, когда смешанные цвета. У меня... Я по телефону уже очень много мешала. Иногда, когда смешиваешь пластилин, получается очень красивый, необычный цвет общий. И Миша вот решил вам продемонстрировать, что же будет, если хорошенько смешать желтый и оранжевый цвет и красный цвета. Желтый и... Ну, у него даже такой красный, скорее кремовый даже, наверное. У меня куча сердечка. Вот. Вау. Лиза уже вот слепила сердечко. Можешь поближе показать. Лиза показывает сердечко. Очень красивое сердечко. Лиза. Такое кремовое, нежно-кремовое, красивое сердечко. Да, Илюшка там что-то опять там такое очень утонченное делает. Даша не может сделать. У нее перфекционистка. Ей просто сделать такое что-то на скорую руку, это не в Дашном характере. Ей нужно всегда сделать что-то особенное, красивое и довольно сложное. Идеально. А Лиза использует активно вспомогательные инструменты. И Лиза хочет сохранить тайну до конца, чтобы нам было интересно, что же там Лиза сделала. А я получил уси красные. Получился... Вот Миша нам показал результат. Он долго-долго смешивал и получился вместо красного и желтого получился светло-такой. Получился оранжевый. Красный и желтый, и в итоге получился оранжевый. Чего и следовало ожидать? Нет, красный. Получился красный, но с таким больше оранжевым отливом. Знаешь, Мишенька? Страшный, страшный. Ну а что ты сейчас из этого, Миша, сделаешь цвета? Колбасу. Колбасу? Это потому что у меня смешные, но я грандовый. Это я одну колбасу слеплю. Одну колбасу. Миша слепит одну колбасу. Миша, смешаю это все теперь. Ничего страшного, Дарюшка. Давайте мы просто будем не слишком долго. Нельзя подсматривать. Дарюшка, еще есть? Да, еще есть. Мы можем еще потом завтра устроить еще один конкурс. Нежно-нежно-нежно зеленый. А, ты смешала с белым? Да. Получился, конечно же, как следовало ожидать. Если смешать салатовый с белым, получается еще более салатовый. Еще более нежно-зеленый. Салатовый цвет салата, светло-зеленый, желто-зеленый. Миша, прямо как не колбасу, а тесто месит. Это, наверное, батон. Может, ты, Миша, батон слепишь? Оранжевый батон, а? Вот, если его там пальчиком или, например, чем-то сделано, надо делать такие надрезы, получится красивый оранжевый батон. Но Миша сам решает, что у него будет в конце. Ну, Лиза у нас, она очень творческая, и Лиза всегда что-то делает-делает, а потом приносит. Даша помогает Лизе, но у Лизы в своей фантазии полно, и Лиза всегда, у нее очень много идей. У нас очень креативные Лиза и Даша, и нестандартным подходом Миша. Это можно на микрофон. Да, и еще на цветок. Тюльпан. Я не знаю, что мне слепить, цветок или это, микрофон. Ну, ты посмотришь, куда к тебе, куда принесет. Это просто делай, а руки сами куда-то приведут. Как будет выглядеть в конце твоя колбаса? Миша, а какая у тебя будет колбаса? Квадратная, круглая или овальная? Миша, а если бы ты пришел в магазин и встретил, например, колбасу круглую и квадратную, какую бы ты взял, квадратную колбасу или круглую? Круглую. Круглую, квадратную бы не захотел бы, квадратная как-то странно, да? Квадратная самая недюбимая форма. Алисенька, ты бы взяла квадратную колбасу или круглую? Ну, круглую. Круглую, все бы взяли круглую колбасу, Даша тоже, наверное. Я бы только сказала, я его возьму круглую. А я бы взял, наверное, квадратную, потому что тогда на квадратный хлеб ее пора еще накладывать. Ой, я тебе тоже хочу квадратную. Папа, нет, я тебе взяла идию. Я тоже хочу квадратную. Все уже хотят квадратную. Вот видите, как легко на людей повлиять. А я только хочу круглую. Круглую. А Мишенька все-таки не поддается влиянию, он придерживается своих убеждений, и он все же круглую колбасу взял бы. Но зато у круглой колбасы не заворачиваются краешки. Да. Поэтому я бы взял круглую колбасу. А я все равно квадратную. Я тоже. Ну вот, девчонки кое-что выучили. Они обратно уже не меняют свои убеждения. Да. Ну и что там, наконец, мы уже закончим когда-то наш конкурс или нет? Миша уже давно слепил свою колбасу. Она сейчас у него вообще необычного цвета. А тебе делай колбасу. Теперь сказать. Уже несколько раз сделал колбасу, разрушил колбасу и снова создал колбасу. Вот, вот я колбаса. Да, теперь необычная. Больше на сосиску напоминает колбаса. Или сердельку. Ну да. Никогда не знал, чем сосиска отличается от сердельки. И сердельку. И на руку. И на руку. Наверное, это тоже самое. Серделька и сосиска. Угу. Просто сосиску и сердельку назвали по-другому. Угу. Хе-хе-хе-хе. Ну, что-то вообще не ожидали. Угу. Угу. Ты ожидал. Если ты скажешь, наверное, в конце я бы от тебя даже это вообще не ожидал. Все. Я готова. Ну, что это будет? О, Лиза уже заготова. Видишь? Лиза очень быстрая. Даша, а сколько тебе еще времени осталось? Примерно. Примерно так. Три минуты. Да? Ну, вперед. Вперед. Мне не надо много. Ну, Даша. Все. Даша тоже. Вот осталось две минуты. И мы наконец увидим результат. И нам будет всем интересно, что же у нас получится. С Мишей мы уже знаем серделька. Потом у Даши какая-то тайна от Лизы есть. Которая, Лиза, очень быстрая. И очень креативная. И Даша, которая очень тщательно и ответственно подходит к каждому заданию. И старается максимум выжать возможного из любого дела. Сделать все по максимуму красиво. А Миша? А Миша? Миша, он... Миша вообще, он как бы никогда не задается этим вопросом. Он получает удовольствие от процесса. И этого для Миши достаточно. Для Миши главное участие, а не победа. Ну, Миша вообще всегда... Он говорит, я победил, хотя он не участвовал. Ну, если ты участвовал, ты уже победил. О, колбаса хотела. Браво, Зайка. Очень классная колбаса. Вообще, вот... Можно я уже рассмотрю, Миш, твою колбасу? Пока вот Даша, мы уже сможем рассмотреть. Вот вы посмотрите, как необычно сделана колбаса. Вот смотрите. Вот вы видели когда-нибудь такое? Это же просто шедевр колбасы. Колбасной шедевр. Такой, а бы колбаса не залежалась больше пяти минут даже на полке. Просто так и хочется схватить ее за хвостик. И прямо вот так вот... Ой, извини, Мишенька. Извини, Миша, я не хотел. А это белый пластилик. Я все исправлю. У меня получилось, я немножко... Так и хочется взять ее за хвостик. И отправить себе в рот. Подождите меня. Прямо со шкуркой. Вот такая вот. Посмотрите, если, например, взять так, то это похоже даже на какое-то морского животного. Вот такого с хоботком. Морской наверное хоботный слоник. С морской слоник. Морской слоник. Морской слоник, да, похож на морского слоника. У него нос в виде сосиски. Если вот так развернуть То тоже похож на морского слоника А если вот так вот То тоже похож на морского слоника И сосиска вот такая В виде морского слоника А, еще вот кстати На что это похоже Вот на фасоль например Я бы сказал, что это сосиска В виде фасоли Только никому, да, Миша Никому? Это очень-очень-очень тайная тайна Которую никто не должен знать Миша увидел то, что у Лизы И Лиза немножко расстроилась Но теперь мы решили, что это тайна Которую Миша и Лиза никому не расскажут Да, Лиза? И осталось совсем чуть-чуть подождать И Лиза сама раскроет вам свою тайну Которую Лиза так тщательно хранит Но только никому И вы тоже, когда увидите это Никому не рассказывайте, что вы это увидели Лиза хочет, чтобы это было тайной Которую никто не узнает Только тот, кто будет смотреть это видео, узнает Но больше никому не рассказывайте Все, ты закончила, Даша? Все, ура! Мы закончили, да? Браво, деточки Может быть, Лиза тебе покажет первым Мне так интересно Я одну свою покажу И ты одну свою Давай Ну, Даша у нас первая Смотрите, какая красота Даша сделала цветок Салатовый цветок с белым сердечком Это вообще невероятно красиво И оно, когда затвердеет, будет очень-очень красиво Можно применять в какой-то игре с куклами вместе Смотрите, сзади это вот так Смотрите, сзади это вот так Сзади это первое Очень красиво Как я Вот такой А сейчас Лизонька хочет Мороженое Лиза презентирует мороженое Я ей подсказала, потому что Лиза не знала, что слепить А я сказала Я хочу это слепить Я знала, что хочу Ты знала, что хочешь Вот А теперь маленькая колбаса Ой, Миша как-то долго-долго думал и слепил колбасу А теперь распределяем места Я еще не все показала А, еще не все Ну, показывайте, что же вы прячетесь Потому что у меня один цветочек маленький слепила Ну, откуда я знаю Папа же не может всего знать Что вы там насекретили Это еще лучше гораздо Сейчас я посмотрю и попытаюсь угадать, что вы это знаете Это похоже на домик вообще-то На домик, в котором живут гномики Лиза сказала, что это просто наголовок птицам так Нет Ну, я бы сказал, что когда она повернута зеленым вверх Это похоже на такой грибок-домик для гномиков А на самом деле, что это, Даша? Это был домик для феечек А, ну я был недалек от истины Феи, гномики Все равно все это сказочные персонажи Очень красивый домик Браво, Дарюшка А, Лизонька, у тебя все, Лиза? Или еще что-то было? Кроме мороженого А, Лиза там так долго-много успела Я думал, что там она так быстро все сделала Ну, показывай Миша, браво, слепил колбасу Ооо, это дерево какое-то такое Дерево сердечко для феи Я думаю, это волшебная палочка Нет, и есть волшебная палочка Это и есть волшебная палочка-сердечко Я еще никогда не видел волшебные палочки-сердечко Это, наверное, из стороны коников что-то такое Ага, подабра И Даша слепила уточку Нет, это уточка Чайник Нет Глаз Да Глаз? Это глаз? Серьезно? Это, смотри, это зрачок А это я попыталась сделать вот эти штуки Ну, чтобы было полегче Ты сделай поближе, чтобы его можно было крупным планом Я ресничку делала бы так, чтобы, ну да Но бывают такие реснички в мультиках Я такую Ну, приложи к своему глазу, подойдет или нет Только в самый глаз не засовывай А то еще приклеится и будешь ходить с таким Ну да, прикольно, прикольный глаз Можно я посмотрю на Лизу Лиза, положи Даша примеряет А мы не видим, Даша все закрыла Ну, все, все, все Хватит, показывайте следующее У кого-то А теперь Миша хочет Миша хочет, чтобы мы тоже приложили Только смотрите сюда А то А мы не видели, Миша Давай Посмотри сюда, Мишенька И вот Миша тоже с волшебным глазом Если вы вставите этот глаз, тогда видишь то, что другие не видят Она велась? Другие миры, да Мир коников Или носорогов У меня есть еще одну Ну, показывай, показывай, показывай Тогда видишь колбасу Волшебную колбасу, которая никогда не заканчивается Только ее не ешь На самом деле Улыбка-мячик Это мячик, который улыбается? Нет Но я здесь А, ты не успела улыбку ему прилепить? Нет, вот улыбка, есть улыбка Вот с зубами Ну, здесь тогда нужно очень много фантазии, чтобы увидеть здесь улыбку А вообще, если поставить, похоже на лапках такое, без головы какое-то животное Сейчас покажу, что-то еще Сейчас зачем-то сделать Мне дал идею, папа И получается какой-то заяц Вот как мне сейчас Это похоже немножко на заяца Это и есть заяц А, заяц Салатовый заяц Такими ушками Смешной, классный получился заяц Это гораздо лучше, чем улыбка Которую невозможно увидеть Тула, смотрите, вот показать что-то Смотри, пап Вот глаза Видишь, они выпрут Ну, это больше похоже на усатого мужика Это заяц с пузом усатого мужика на какого-то Ты меня обидел Ну, ладно, ничего, Дарюшка Ты переживешь, я честно говорю, как оно есть И я не преувеличиваю Я как вот вижу, так и говорю Конечно, извини, но правда, ты меня обидел Извини, Дарюшка, я не хотел тебя обидеть Но это сейчас вообще похоже на какого-то рогатого дядю Это ушки Чертик какой-то У меня просто мало белого осталось сейчас Ну, вообще, должен сказать, очень красивые цвета Вот это вот сочетание салатового и белого Оно само по себе очень красивое И вот эти фигурки необычные Дашины Домик, мне вот понравился цветок и домик больше всего Вот я считаю Вот смотрите, сейчас мы делаем композицию Вот у нас, смотрите, у нас есть домик У нас возле домика растет цветок К сожалению, у него подставка такая, что его тяжело поставить У него нету подставки, но если у меня взять немножечко белого от ножки Я могу взять подставку Потом, что это там у Даши было? Глаз? Глаз Глаз Возле домика глаз, который следит за всем Вот можно прямо на крышу глаз Вот домик с глазом смотрит Смотрите, у нас домик глаз Да, вот смотрите, у нас появился домик глаз И вот этот домик глаз наблюдает за всем То есть кто подходит к домику, глаз сразу сообщает Прибегает дядя Заяц Дядя Заяц усатый Рогатый И говорит, кто там в моем домике ковыряется, кто спал на моей кроватке Ну а цветок благоухает и делает все очень красиво А в это время прибегает Лизонька со своим волшебной палочкой И делает все еще красивее Мое главное, что в нашей стране не грозит голод, потому что Миша слепил колбасу И морозька еще Вот, и тогда первое место за сложность, за фантазию я бы отдал Даше Это бесспорный лидер Вы все первое место Миша за колбасу Это, я бы сказал, за вкусность идеи первое место Такая огромная колбаса Этому зайцу ее хватит как минимум на год А Лиза первое место за волшебство, за волшебность идеи Вот такая вот необычная, красивая, просто замечательная палочка В волшебной виде сердечков С такими еще цветами замечательными Так что, детки, мы все заслужили мороженое Да, и все получили первое место Да Сейчас будем доставать мороженое, распаковывать Я первый хочу Я первый хочу Сейчас я достаю вам мороженое О, еще есть Доломитис нету, но есть другие Даша выбрала такое вот мороженое Это твистис, крученое Нет А что Миша выберет? Это я эту мне взял Я хочу эту Ну, тут еще есть Эту или эту мне взять А, Лизонька, какую? Крученую? А у нас еще одна упаковка Ну, тогда лучше выбери эту, потому что Лиза хочет эту, а тебе все равно А там еще есть потом Да, ломитесь Что? Да, ломитесь хотела Ну, хорошо Даже так хорошо старалась Сейчас принесем еще Пробуем ей дать упаковку Здесь побольше выбор Ну, все, детки Приятного аппетита Спасибо Спасибо